Итак, ребятки, ELEFAN KPR200 Давайте быстренько пройдемся по его характеристикам Так, что мы имеем за двигатель? В данном случае 200-кубовый одноцилиндровый двигатель ELEFAN Там говорят, что-то улучшали Но будем надеяться, что он такой же останется надежный, как и все остальные двигатели этого производителя Хватает ли его вообще? Ну, для города вполне хватает Хватает стартовать первым на светофорчике Хватает ехать в пробке В принципе, для города что еще надо? За городом, как он едет, в принципе, 200-кубовый И за счет 6-й ступени В принципе, крейсерская скорость у него порядка 100 км в час Скажем, при 90 У него на тахометре 6000 оборотов При сотне около 7 Ну и 110, это там уже чуть больше 7 Ближе к 8 км в час Максимальная скорость по паспорту 133 км в час Я не пробовал еще Не пробовал, не разгонял его настолько Потому что, в принципе, он только, можно сказать, прошел обкатку Брал я этот мотоцикл не из магазина Брал я его у человека Бывший хозяин на нем откатал 1100 км, можно сказать, прошел обкатку Ездила девушка Ну, в принципе, возможно, частично этот мотоцикл не может подпозиционироваться как мотоцикл для девушки Во-первых, он красивенький Несмотря на то, что данный мотоцикл черный Вот Он легенький вес его Килограмм 130 У него короткая база В принципе, рулится он как игрушечный Так Если Мы уже подошли к панели приборов То Тахометр Размечен на 12000 оборотов И самое интересное, что С 9000 оборотов идет красная зона И загорается вот эта вот симпатичная лампочка Которая даст знать, когда вам уже стоит Быстренько-быстренько переключить передачу Чтоб этот двигатель не загорел со временем Вот такой вот симпатичный ключик Вот такой вот симпатичный руль Посадочку я покажу позже А пока давайте перейдем к Пойдем так вот плавненько спереди назад Так, спереди у нас Тормозной диск С двухпоршневым суппортом Не хватает Наверное, все-таки Для этого веса маловат И сам диск И такое В экстренных ситуациях Не очень хорошо он отрабатывает Особенно в паре с этой вилочкой Которая, как многие считают Слишком мягенькая Но на самом деле Я присоединюсь к этим многим Сади у нас Тоже Диск тормозной И Однопоршневой Суппорт Если тормозить Прям двумя тормозами сразу То в принципе Можно остановиться довольно-таки резко И Короче говоря Эффективно По Задней подвесочке Тут у нас Моноамортизатор И по идее У него есть Три Есть регулировочка Есть три положения жесткости Включим Панель приборов Я на этом мотоцикле Проехал Уже Сейчас тут 2465 То есть получается Полторы тысячи километров Практически Вот Раз мы сюда Пришли Давайте глянем Что у нас тут Интересненького И так Цифровой Спидометр Сейчас вы видите Там 0 км в час Есть также часы Одометр Вот у нас Буквочка Н Это Указатель нейтралочки Когда он выключается Возле Вот там где написано Gear Там получается У нас показывает Какая передача включена Такие вот интересные зеркала Про которые я ничего Хорошего сказать В принципе не могу Плохого тоже В принципе что-то показывает Вот такие вот интересные Поворотнички Вообще мордочка такая Вполне себе симпатичная Опять таки Конечно на вкус и цвет Все фломастеры разные Вот такие вот поворотнички Вот такая вот мордочка Интересная у него такая есть Штука Как ветровичок Ветрозащита Ну Чтобы она Выполняла какую-то роль Кроме Декоративной Ну Кто его знает В принципе Если я наверное Только очень сильно Пригнуться Что-то-то Она и отталкивает Какой-то ветер Но на самом деле При скорости Ну там Скажем Больше 80 км в час Иногда Прямо сдувает голову В принципе Ну По груди нормально Да А вот голову Сдувает Достаточно сильно Пару слов Хочется сказать Про цепь У меня она немножко грязная Конечно надо ее помыть Но Тут стоит 428 цепь В принципе Которая ставится На Скажем Более Мелкогабаритные Двигателя Мне кажется Ее не хватит Но в принципе Пока никаких нареканий У меня к ней нету Главное В принципе Мыть А потом Через какое-то время Можно поменять На что-то более Интересное Если Посмотреть сзади То Тут Такие же самые Поворотнички Как и спереди В принципе Они Я пару раз уже Когда ставил В гараж Может быть Чуть-чуть Цеплял машину Но В принципе Ничего с ними Не случилось Такого Сидушечка Ну Как бы Такой Не очень Качественный Дермантин И как бы Натянута Она так тоже Так себе Есть Явно Даже Сверху Видно Какие-то Огрехи Ну Ничего Пока не Порвалась Если что Потом Можно будет Перетянуть Очень интересная Штучка Это Вот этот Вот Замочек Так В эту сторону Поднимается Сидушка В эту сторону Если Крут То Этот крючочек Открывается И Сюда Можно По идее Подцепить Шлем Ну А если Мы Крутим В эту сторону То По идее Даже Надо Сейчас Применить Ловкость Сейчас Мы Откроем Сидушечку Что Тоже У нас Под Сиденьем Этим Бардачок На самом деле Тут Я еще Вожу С собой Сеточку Для того Чтобы Можно было Сзади Закрепить Груз Получается Достаточно Неплохо Ну И Вот Такой Вот Интересный Бардачок Лежит Тут На самом деле Мне кажется Сюда Даже Ну Может Телефон Влезет И Если Мерить Бардачок Банками Редбул А то Сюда Влезет 0,0 Этих Баночек А я С собой Вожу Тут Ключи В таком Ну С такой Тряпочкой На всякий Случай Еще Мне кажется Вот эти Ручечки Тоже Достаточно Крепенькие В принципе Я возил Пассажира И ему Было Очень Таки Удобно Держаться За эти Ручки Что Теперь Давайте Заведем Нашего Зверя Раз Подсосик Подтянут В принципе Назводится Достаточно Легко И так Вот так Вот он Звучит Выхлопная Ну В принципе Глушит Очень Много Сам Двигатель Практически Не слышно Не слышно Выхлопной Но Достаточно Слышно Как Сюрчит Поршенек В принципе Где-то Слышно И Выхлопной Наверное Но Вначале Если честно Я удивился Насколько Он Тихенький Знаю Люди Ставят Сюда Какой-то Промоток Причем Есть Даже Штатный Промоток Который Продается Прямо В магазине Можно Заказать Вот в этом Магазине Даже По-моему Которые Тут На баке На заднем Пластике Выбит Но Мне пока Не нужно И В принципе Нравится Так Как Есть Еще Огромным Плюсом Этого Мотоцикла Является Его Свет Тут Стоит Такая Линза Конечно Нужно Показывать Скорее Вечернее Время Суток Но Поверьте Светит Она Неплохо Для Мотоцикла За такую Цену Ну Что Теперь Можно Прокатиться Чтобы Посмотреть На его Посадочку Посадочка Тут Ну Так как Этот мотоцикл Похож на Спортивный То посадочка Все таки Неравная Немножко Под наклоном Но В принципе Что мне нравится Что весь Вот этот Боковой Пластик То есть Нога Сидит Прям Вот сюда Выпирается Вот этот Заборничек В общем Все красивенько Прям Как будто Я когда В первый раз На него сел Мне показалось Что этот мотоцикл Сделан Прям Для меня Прям Для мой Рост Для моей Длины Ног Вообще Шикарно Поехали Посмотрим Я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...